Всем привет! С вами, как всегда, Бэринг, и я думаю, вы знаете, что у меня очень хорошо развито логическое мышление. В ролике с обзором Вагас я поставил на превью банду Балас. В ролике про Эль Корону на превью стояла банда Грув. И в общем и целом у меня уже вышло три обзора банд про Балас, Вагас и Корону. Всего на Тринити находятся четыре банды, и следуя всей логической цепочке, в сегодняшнем видео речь пойдет про банды на первом сервере Тринити Ролл Плей. Да, логика мое второе имя, но тем не менее мне почему-то вдруг стало интересно глянуть, как там поживает гетто на первом Тринити. Потому что так или иначе это все один проект, два сервера с одинаковым модом, но вероятно немного отличающейся аудиторией. И насколько сильно она отличается, как минимум в пределах гетто, я вам в сегодняшнем ролике и расскажу. Ну и перед тем, как я начну рассказывать, понятное дело нужно вам показать 15 человек из прошлого ролика, которые получают по 10 тысяч на втором Тринити. И как всегда, для участия в следующем розыгрыше, просто ставьте лайк на это видео, оставляйте в комментариях свои ники на втором Тринити, и в следующем ролике все разыграется. Да и плюс ко всему, в описании также указано еще пара способов, как можно раздобыть себе немного денег на Тринити, так что в случае чего можете глянуть. Заходя на сервер, я по сути вообще не знал, чего от него можно ожидать, потому что на первом Тринити мне как-то играть не приходилось. Ну, хотя ладно, однажды конечно пришлось, два с половиной года назад, но тогда это был немного другой Беринг, который разговаривал примерно вот таким вот голосом. Всем привет, с вами как всегда Берингтон, и в данном видеоролике я хотел бы высказать свое мнение касаемо такого проекта как Тринити. В общем, я думаю вы поняли, что фраза «Раньше было лучше» к моему каналу, видимо, не особо подходит. Ну и короче, в любом случае я уже оказался на первом сервере Тринити, и первым делом я просто решил посмотреть на панель Slash Leaders, именно на раздел «Банд». И к моему удивлению, там все было довольно-таки стандартно, то есть просто указано место худо для банды, и написано о том, что вся остальная информация находится на форуме. Я понял, что как бы не принципиально в какую банду первой направляться, и по итогу просто на рандоме решил сначала отправиться в сторону Балас. Подходя к ним на место спавна, я увидел стоящую небольшую компанию людей, подошел, понятное дело, поближе, дабы понять, что у них там происходит, и, как оказалось, у них там шло довольно-таки бурное обсуждение слова «АУЕ». Я такой стою, думаю, ну, нихренажься, куда это я попал, но потом такой, ладно, возможно я просто упустил какой-то ключевой момент их диалога, и там были какие-то реальные предпосылы для подобных фраз. Но, знаете, я просто постоял там еще на протяжении пяти минут, и в конце концов получилась вот такая вот картина. Ну и для своеобразной вишенки на торте можно вам показать еще один момент, который произошел буквально спустя. И, честно говоря, здесь я даже не вижу особого смысла как-то уделять время рассуждениям касаемо всяких отыгровок со стороны баллов, потому что, да, их, конечно, в чате иногда можно было заметить, но в большинстве своем, за время, которое я там находился, я наблюдал просто по большей мере за всякими ООС-диалогами, и это также иногда пересекалось с не особо РПшными ситуациями, которые я вам чуть раньше уже, в принципе, показал. Так что, если сравнивать баллы с первого и второго Тринити, то, я думаю, тут можно довольно просто понять, какой вариант окажется более приемлемым для игры. Ну, а моим следующим пунктом назначения стала банда Грув. Я, опять же, пробил по панели лидеров их место Худа, тут было сразу же три локации, я решил проехаться по каждой из них, дабы посмотреть, чё, где и как происходит. Приехал я, значит, к первому дому, и там просто происходило вот это. Тут, конечно, да, это были какие-то левые парни, которые не имеют какого-либо отношения к Грувам, но, так или иначе, это всё равно какую-то общую картину Косейма Гетто немного ухудшает, потому что сначала я приехал к Балласам, там посмотрел за всяким ДМом, теперь приехал сюда, и здесь как-то всё не особо-то и отличается. Но, тем не менее, я отправился дальше, к следующему месту Худа, и там я изначально заметил вроде бы какую-то РПшку, в которой, плюс ко всему, ещё участвовали парни из Баллас, и я такой думаю, ну вот, наконец-то, сейчас-то будет чё-то положительное. Но потом они начинают сраться в ООС, пацаны из Баллас пишут в IC-чат, что мы с ними играть не будем нахуй, и, в общем-то, общее впечатление от происходящего ещё на определённый процент понизилось. И дальше я отправился на последнюю локацию Грувов, на третью точку Ихуда, и там было жарко. Во всех смыслах этого слова. И я думаю, вы уже сами понимаете, что здесь обстановка была далеко не самая спокойная. Постоянно каким-то образом откуда-то появлялся огонь. Некоторые парни бегали и писали в чат всякую несвязную хрень, плюс сюда ещё и ПДшники приезжали, и, в общем и целом, у меня лично изначально создалось какое-то впечатление хаоса. Но среди этих всех хаотичных мероприятий можно было как раз-таки чётко выделить Грувов, которые происходящее попросту игнорировали, и стояли там чё-то, играли в своих кругах, не обращая внимания на всякие неадекватные действия извне. И, по итогу, я там постоял около них ещё на протяжении получаса, периодически мне приходилось наблюдать за не самыми адекватными действиями со стороны ПД, но, тем не менее, если говорить о Грув, то впечатление после них, это, знаете, как такой своеобразный бальзам на душу после ситуации с балосами. То есть, они реально играли, общались, взаимодействовали между собой, и, в целом, всё смотрелось довольно-таки хорошо. Опять же, всё происходящее, конечно, частично разрушалось проявлениями на НРП со стороны каких-то левых игроков, но, тем не менее, именно парни из Грув у меня в памяти отложились как довольно-таки РПшные ребята. Следующей бандой, к которой я должен был направиться, были Вагас. Но, приехав к ним на место Худа, я там никого не увидел, полистал ТАП, там тоже практически никого не было с жёлтым глистом, и поэтому, миновав эту жёлтоцветную банду, я направился в сторону Короны. И, кстати говоря, место Худа у них находится в довольно-таки интересной локации, под Вайнвудом, и, если мне моя память не изменяет, то это вроде бы даже не стандартный маппинг, а его, вероятно, добавили сюда именно для Короны. И, знаете, я сейчас, конечно, да, мог бы опять начать вам что-то рассказывать, объяснять, но я лучше просто вновь включу ту самую фоновую мелодию и просто покажу пару моментов. Т.е. тут, опять-таки, случаются периодически, небольшой хаос, и если в ситуации с грувами они к этому причастны не были, то вот парни из Короны, как вы видели, и сами в случае чего вроде как не прочь были подеймить. Но, так или иначе, между этими вспышками на НРП всё же можно было наблюдать какую-то игру, общение и всё тому подобное. Так что, подводя какой-то общий итог касаемо всего Гетто на первом Тринити, я думаю, можно сказать то, что именно банды, они прям как-то кардинально не отличаются. Разве что балос, конечно, да, проявили себя в довольно-таки негативном свете, но мне всё же кажется, что если бы я понаходился побольше около каждой из банд, то я увидел бы примерно одинаковое количество проявлений НРП и какую-то долю РПшности спустя время у тех же балосов я, вероятно, тоже заметил бы. Лично для меня сильно заметным было отличие тех игроков, которые не состоят в бандах, но, тем не менее, тусуются в Гетто. То есть, это просто, вероятно, какие-то неовки, которым просто максимально скучно, нечего делать, и им похрен на какую-либо РП игру, они как бы просто бегают, дэмят, страдают хернёй, пристают ко всем и, не знаю, либо на втором Тринити это просто более активно пресекается администрацией, и поэтому там такого вроде как нет, либо же просто именно сама аудитория серверов немного отличается, и на втором сервере она находится в более выигрышном положении. Так что, да, если ещё раз подвести короткий итог всего происходящего, то Гетто на первом Тринити всё же неплохое, но вот остальная аудитория немного так заставляет в себе засомневаться. Ну и с вами, как всегда, был Беринг, спасибо за просмотр и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok